Друзья-самбисты из Хайденхайма, Ленинградская сборная команды России по самбам от всей души поздравляет вас! Грозь, 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 Грозь! С эклерчиками такими и с тортиком. Всем-всем доброе утро! Сегодня у нас 2 января. Я вышла немножко покрацать машину. У нас мороз. Нужно ездить в закрытки вербы. Дубль 2. Чего я не смогла сделать 30 числа. Потом нужно сходить к врачу, взять таблетки, взять больничный. Вообще мне сегодня вечером на работу уже надо было бы выходить. Но, если вы поняли, в предыдущем видео не особо у нас такой был, как говорится, праздничный, да, Новый год. Не особо веселый, без танцев, без дико-дни. И я 30 числа, когда в Санна ходила, тоже пыталась закрыть гивербы. Поехала, потом закупилась. После того, как закупилась, я поехала в Кранкенхаус. Вернее, не в Кранкенхаус. Я поехала в Нотфаль. Это по-русски. Ну, в общем, вы поняли, да. Короче, 29 числа я когда вешала шторы, готовилась так яро к Новому году. Упала. И сломала себе два ребра. Это я узнала уже в больнице. Вот. Но так как было все перед Новым годом, и сегодня открывается только праксис, я поеду, возьму лекарство, возьму больничный. И буду лечиться. Надеюсь, я быстро выздоровлю. И не буду долго засиживаться на больничном. Потому что, по-моему, те люди, которые работают на 450, если я не ошибаюсь, им больничный не оплачивают. Прискорбно. Но думаю, может, недельку-две мне дадут. А потом, может быть, все-таки я смогу выйти уже и работать, чтобы хотя бы получить за половину месяца зарплату. Так что, такие вот дела. Но это было в 2019 году. Сейчас 2020. Я вам желаю здоровья, любви, семейного благополучия. В общем, всего-всего-всего самого хорошего. Пусть все ваши мечты и желания сбудутся. Так что я сейчас немножко еще покрацаю машину и нужно будет ехать. Так что увидимся позже. Едем в Радхаус. Сейчас пойдем. Надо попробовать гивербы закрыть. День прям хорошо начался. Гивербы быстро закрыла. 20 евро заплатила. Взяла антраги для Вонгельда. Сейчас еду к врачу. Что он мне скажет? Привет! Детки пошли тренироваться. Вчера, 1 числа, была первая тренировка. Они ездили, тренировались. Сегодня 2 января. И опять детки на тренировку, да? Да. Ну все, мы побежали? Да. Такой вот у нас туман, смотрите. Все, закрывай. Все, счастливо. Напиши мне тогда. Давайте. добрый день еду сейчас магазин одна знакомая попросила составить пакет коробки это будет мой третий букет 2 я уже делала фотографии я вставлю видео покажу как эти букеты делают очень оригинально если делать самому если же покупать магазине такой букет ну евро 150 200 он вам выйдет и третье число до рабочий день но почему-то весь шлюз аркаден полный я заехала сюда в подземную парковку здесь всего лишь 10 мест внизу и 11 наверху обалдеть все полное процентов скидка, стоили они 9,95, мне вот эти вот понравились, красивые, купила вот такую вот коробку, потом вот такую полю, сейчас отнесу в багажник и пойду зацепить. Все, отнесла я коробочку, иду по улице, хоть и мороза, ну в смысле снега нет, но мороз на улице такой порядком хороший, вот. Иду сейчас в цветочный магазин, в один магазин заходила, там зелень куплю и цветы чуть-чуть, вот сейчас иду в другой цветочный магазин, чтобы, сначала начну с дальнего, потом ближний, потом еще поедем в два магазина, там уже куплю и домой привезу и начнем с вами собирать, покажу как я это все делаю. Приехала я домой, быстро покажу, какие цветы я купила, цветы и разные украшения, такие розы, такие, такие, в общем все вот это вот обошлось уже в 100 евро, так что букет будет капец какой шикарный. Там зелень, вот такая вот коробка, я вам ее уже показывала, фолия, скотч, потом вот такой вот оазис, в цветочных магазинах он продается по 2 евро, но он там чуть больше, и ведро воды, и ножницы нам понадобятся. Что мы делаем дальше? Мы взяли три оазиса, я их раскрыла, поставила, взяла крышку и немножко придавила. Смотрите, как получилось, сейчас мы будем вот эти вот края обрезать, но вот этот кусочек в принципе можно будет потом дополнить каким-нибудь остатком. Круг сейчас мы обрежем и опустим ведро с водой, просто положим, не нужно будет ни надавливать, ничего не нужно делать. Так, вот смотрите, что я делаю, я просто вот так вот его ставлю, и он будет сейчас сам, видите, сам тонет, сам наполняется водой, помогать не нужно, он должен сам, потому что если вы его будете давить, он не наполнится водой так, как надо, и вот этот кусочек маленький. Вот это вот оставшееся мы можем положить на дно коробки, так как нам не надо, чтобы этот оазис опустился до конца. Смотрите, что мы делаем дальше, оазис наполнился водой, я взяла вот эту вот фолью, да, сложила ее в два раза, сейчас что мы будем делать, мы будем вот так вот ее поднимать, и здесь по краю будем проходить скотчем, прям много-много-много раз, чтобы зафиксировать этот оазис в круг. В общем, смотрите, вот коробка, на дно коробки я положила вот такой вот холостан, потом нарезала нашу оазис сюда, потому что он нам больше не понадобится. Здесь получается, я обмотала все скотчем, как мы его только поставим сюда, вот эту вот вертушку мы можем тоже все обрезать. Вот он, видите как, вот так вот он и будет, и потом будем сюда вставлять цветы. В общем, смотрите, вот такой вот букет получился, надо еще крышечку одеть назад, сейчас я покажу, какой, там огромная роза, в общем, больших роз хватает. Его еще нужно немножко как распрямить, чтобы он прям такой, знаете, пышный-пышный, сейчас я его еще поправлю чуток, ну, в общем, букет вроде как неплохой получился. Субтитры сделал DimaTorzok